Москва. Величественная и многоликая, старинная и вечно молодая. Это сердце России, бьющееся миллионами разных ритмов. Неважно, чужий странец ты или живешь тут с рождения, ты не сможешь не влюбиться в этот город. Ведь с каждым днем он обновляется и хорошеет, сохраняя при этом красоту веков. Москва – город миллиона маршрутов. Мы расскажем вам о самых живописных, неожиданных и комфортных из них. Редактор субтитров А.Семкин Привет, друзья! Это программа «Маршруты Москвы». С вами Денис Качанов. И сегодня мы в центре. Почему Белую площадь называют белой? Когда на Тверской появился первый трамвай? Главное, с какой скоростью он двигался? И что стало с одним из самых первых кинотеатров в Москве? Как всегда, через самые интересные локации я проложил маршрут и готов вам все показать. Нашу сегодняшнюю прогулку мы начинаем с площади Тверская застава рядом с белорусским вокзалом. В 18 веке на этом месте заканчивалась Москва, а дальше шли бескрайние поля и редкие деревни. Теперь граница столицы отодвинулась на десятки километров, а бывшая окраина относится к центральному району города. И прогуляться со мной по маршруту я пригласил сегодня замечательную актрису, телеведущую, прекрасную девушку, которая, возможно, заставит меня меньше смотреть на город и больше на нее. Привет! Юля Зимина! Привет! Привет, привет! Слушай, ну, сегодня я подготовил, мне кажется, очень интересный маршрут, который тебе как никогда близок, потому что вот эта локация, да, белорусский вокзал, родной для тебя. Я сейчас столько мест сменила в Москве, что готова рассказать про все. Кажется, да я уже знаю всю Москву вдоль вперед. Ну, прекрасно. Готов услышать твои истории, поэтому вперед на покорение Москвы. Погнали. Пойдем. Юлия Зимина – известная российская актриса и телеведущая. Снимается в сериалах и кино, а также ведет популярную утреннюю программу на одном из федеральных телеканалов. Юлия замужем, вместе с супругом воспитывает шестилетнюю дочь Серафиму. Юлинка, ну, мы не так далеко отошли от нашего места встречи, и сразу хочется обратить внимание вот на скрип трамвая. Дело в том, что... Скрип колеса. Это историческое место в каком-то смысле, потому что 150 лет назад здесь была конечная точка исторического маршрута трамвайного. И как ты думаешь, как он выглядел? 150 лет назад. Я не буду гадать. Так, ты знаешь. Это были лошади, да? Да, да, да. Представляешь, они тащили целый вагон. Да. Конка-конка, обгонит цыпленка, да? Откуда ты знаешь? Ой, ты утяните меня. Ты читала мой сценарий. Да, действительно, это так. Он ехал 8 километров в частности, достаточно медленно, и люди в буквальном смысле могли обогнать. То есть идти пешком было быстрее, чем ехать на этом маршруте, на этом трамвай. Да, ты знаешь, мы, кстати, с моей дочерью любим иногда именно на закате нужно попасть в определенный момент, когда еще в трамвай не включился свет, а включен только природный, естественный режим заката. И вот это самая романтика, конечно, потому что у этого трамвая очень классный маршрут. Конечно, сейчас такие стали трамваи шикарные, да, эти места огромные, классные кресла, кондиционеры. Боже, как я мечтал вот раньше, чтобы были кондиционеры, сейчас это реальность. Поэтому, конечно, уже все по-другому, уже доставляет удовольствие даже ездить в общественном транспорте иногда, да. Но дай бог, чтобы мы реже ездили в общественном транспорте и больше ходили пешком, нам вон туда. Да, полезно, пойдем. В 2007 году Тверскую заставу закрыли на реконструкцию, и почти 10 лет площадь была огорожена строительным забором. Позже на этом месте находилась пыльная парковка. Сегодня в рамках городской программы «Мой район» площадку превратили в ухоженный сквер. Высадили деревья и вернули на историческое место памятник Максиму Горькому, который долгое время находился в парке-музеон. Теперь Тверская застава – это удобный транспортный узел, который упростил доступ к белорусскому вокзалу. Здесь провели новый трамвайный путь, поставили остановки общественного транспорта. А непосредственно перед вокзальным зданием появилась организованная парковка для автомобилей. Юленька, слушай, ну ты, наверное, помнишь времена, когда вот эта площадь за нашей спиной была буквально завалена строительными материалами. Здесь все гремело, шумело. Таксисты, навязчивые. Все-таки нет ощущения такого вот этой свалки. Хочется приезжать, хочется уезжать. Уже все так цивильненько. Конечно, мне приходилось же часто отсюда уезжать, приезжать. Я снималась много в Белоруссии. Родина моя, Белоруссия! В общем, здесь я покупала самую вкусную рыбу. Я же фанатик воблы, всякой чихони, рыбца. То есть люди, которые приезжали, вот здесь, да, торговали? Да. И я такая на поезд бегу с чемоданчиком. Да. На поезд бегу с чемоданчиком. Думаю, ну куда? Ну ладно, ручная класть. И все это терпела, везла, знаешь, в этом, в купе. Не вскроешь же в облаку. Здание Белорусского вокзала было построено в 1870 году. В разное время он назывался Смоленским, Брестским и Александровским. Два года назад было проведено благоустройство внутренней вокзальной территории. Открыли новый пригородный павильон и дополнительные железнодорожные платформы. Реконструкция прошла в рамках подготовки транспортного узла к запуску московских центральных диаметров. Здесь расположилась станция МЦД-1 Белорусская. Также на территории вокзала находится памятник «Прощание славянки», который изображает расставание солдата со своей невестой перед отправкой на фронт. Мне очень нравится, здесь история вот с этой парковкой они сделали. Я просто помню времена, когда приезжаешь, например, кого-нибудь знакомого отвезти. Как раз-таки, например, я бы приехал бы тебя отвезти. А стать негде? Негде. Все завалено машинами. Да, да, да. Пошел. А сейчас нормально. Приехал, парковочка, остановился, вышел, проводил, обнял, поцеловал. Удобно, да. И тебя никто не торопит. Хватит целоваться, вы уже три раза. Ладно, от этих воспоминаний я предлагаю двинуться дальше. У нас сегодня очень насыщенный маршрут. Пойдем? Да, пойдем. В пяти минутах ходьбы от белорусского вокзала расположился офисный центр «Белая площадь», который был построен больше 15 лет назад. Комплекс состоит из трех зданий, в которых арендуют помещения одни из самых престижных московских компаний. Кстати, именно «Бизнес» и дал название объекту, так как в наименовании многих фирм-арендаторов присутствует слово «Белый». На первых этажах офисных центров расположились многочисленные кафе и рестораны. «Белая площадь» – одно из мест, где удачно сочетается современная и старинная архитектура. Здания из стекла и бетона прекрасно гармонируют со старообрядческой Никольской церквью, которая была построена в 1914 году. Юль, я не знаю, как тебе, у меня ассоциация прямо с Европой. Мы идем как будто по какому-то Милану, смотри, какой фонтанчик. Да, согласна. Церковь, здесь современные здания, все это невероятно выглядит. Я считаю, что это самое удачное сочетание, одно из самых удачных в Москве – сочетание стекла. Современная архитектура. Здесь раньше просто были старые здания, совершенно такие, знаешь, полуразрушенные. Неприметненькие, да. Да, да, да. А теперь вот просто современный мегаполис. Я часто встречаюсь здесь с друзьями, такая точка, вот этот фонтан. Это же вообще такое родное местечко-то. Конечно, потому что это метро Белорусское. Это вход и выход к театру и с театром. Мы здесь работали недалеко, в детском театре. И, кстати, здесь располагался вот ларек с шаурмой, где мы после, знаешь, репетиций такие изнеможденные, голодные стояли. Голодные студенты, театралы. И думали, так, съесть целую или одну на двоих взять, потому что денег лично не было, зарплата была маленькая. А вы скидывались? Да, и мы одну на двоих ели. Вот тебе кусок, мне кусок, тебе кусок, мне кусок. Кстати, там вот улица Лесная располагается, где я шла, 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 шла на репетицию в театр, и мне прозвенел звонок. И мне сообщили, что у меня утвердили на главный урок сериал «Кормелита». Это вот прямо здесь было? Да, мне еще сказал режиссер, ты идешь или ты стоишь, или ты сидишь. Я говорю, я иду по лесной. А она говорит, ну тогда смотри, не упади, потому что тебя утвердили на главной рульон таких шатающихся ногах, вот таких ватных, еле дошла до театра. Цыганка «Кормелита» стала первой звездной ролью Юлии Зиминой, которая открыла ей путь к столичным театральным подмосткам и съемочным павильонам. Правда, съемки дались нелегко. Во время сцены прыжка через костер у актрисы воспламенился подол платья, и в итоге она попала в ожоговое отделение. А во время конной сцены Юлия едва не угодила под копыта. Ты понимала, вообще осознавала тогда, что это в каком-то смысле полностью изменить? Нет. То есть даже несмотря на то, что тебе сказали, главная роль, ты все равно вот… Нет, не понимала. Конечно, не было такой вот груз ответственности. Мне кажется, иногда до сих пор люди, которые тебя встречают на улице, узнают, обращаются к тебе к «Кормелитам». Ну, конечно. Ну, ты знаешь, я вообще такой просто легкомысленный человек. Я все делаю как-то так, ну вот, не знаю, стараюсь делать так легко, не грузиться. Вот это вот. Мне кажется, если ты больше этим загружаешься, тем как-то тяжелее у тебя и получается. А по поводу вот «Кормелиты» были ли сложности на съемочной площадке? Я знаю, что там у тебя было все. Чуть не сгорело. Пизда, и травма. Да, да? И да, было, конечно. И купание в двуградусной воде, когда все стояли, знаешь, в алясках, в куртках с коньячком под мышкой. И ты такой, любовная сцена у тебя в озере. И ты такой, не можешь поцеловаться с партнером, потому что тебя вот так трясет. И ты, как будто бы у тебя уже последняя стадия. Какой-то болячки. И, в общем, конечно, ну, это первая работа. И ты была согласна. Я тогда еще не понимала, да, что тут нужен дублер, что тут нужно и это, и это все. А они довольны, да? Какая там тузиха, она все делает сама, миссия выполнима. На самом деле, видишь, не зря все это принесло плоды, и действительно... Вот теперь ты мне уберешь интервью, и мы с тобой идем. Шагаем по Москве. Идем, идем. Идем, идем. В 15 минутах ходьбы от Белой площади на Ленинградском шоссе находится уникальная достопримечательность столицы. Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн». Он был основан 90 лет назад. Репертуар театра сочетает в себе разные стили. Классическую русскую драму и цыганский фольклор. Актеры «Ромэна» преимущественно цыгане. Но национальность не является критерием при приеме в труппу. Ведь настоящий актер может сыграть любую роль. У Юлии Зиминой тоже нет цыганской крови. Однако это не помешало ей с блеском сыграть свою героиню. Если с Белой площади выйти на улицу Александра Невского и пройти по ней около 10 минут, то можно оказаться на Меусской площади. Первым, что бросается в глаза на этом месте, памятник советскому писателю Александру Фадееву. И расположены справа и слева от него скульптурные композиции героев его произведений «Разгром» и «Молодая гвардия». В глубине площади расположился дворец творчества детей и молодежи на Меусах, который совсем недавно прошел капитальный ремонт. Также была благоустроена прилегающая территория. Дом творчества, дом молодежи. Всем рекомендую. И, конечно же, свою дочь. Я тоже... Сима, сколько ей? Шесть лет. Шесть лет. Формируются какие-то желания продолжить эту, так скажем, карьеру мамы? Да, конечно, я ее беру с собой частенько на работу и в преподавательский коллектив. В общем, она, конечно, у нее есть способности. Не скрою, она прям такая актерская дочка. Ну и вот, мы дошли до одной из самых ярких точек нашего сегодняшнего маршрута. Конечно же, Тверская! Обожаю по ней гулять. В первую очередь, конечно, я думаю, как и тебе, бросается вот архитектура, да? Да. Причем классно, как сочетаются, смотри, вот стеклянные здания и, например, вот доходный дом исторический. Все уживается в одном городе, а самое главное, это уже одна из самых древних улиц с Москвы. Ты знаешь, вот мы начали от Белорусской, да, и идем сейчас по Тверской. Это был наш с подругой, с которой я приехала в Москву, самый-самый частый маршрут. Правда, тогда я гуляла на каблуках еще, как провинциальная девчонка, да, все время хотелось быть. И мы вот шли, уставали, заходили в кафе, садились на лавочки. Здесь всегда есть что делать. Да. Тверская начинается от Кремля и идет до Маяковской. Переходит в первую Тверскую Ямскую. Далеко не все знают об этом делении. По всей улице находится бесчисленное количество кафе и ресторанов разных ценовых категорий. Магазины, развлекательные центры, музеи и художественные студии. Главная улица столицы никогда не спит и знает, чем занять своих посетителей. Мне даже удалось, кстати, пожить в доме на Тверской. Снимала там квартиру? Да. Смотри-ка, для провинциалки, которая только приехала в Москву. Это уже было, знаешь, когда, это уже было в 2013 году. Это когда уже я стояла на ногах, и я уже была ведущей. Уже встала на ноги. Да, и уже Тверская, уже квартира на Тверской. Ну, я хочу сказать, что, конечно, чтобы жить на Тверской, вот этот провинциальный запал, он мне мешал, потому что я люблю продуктовые рынки. Мне нравится все пощупать, посмотреть, попробовать, когда продавец тебе дает. А когда ты заходишь просто в супермаркет, цены высокие. Это сложно. Ну, цены, да. Ну, в общем, выбор маленький. Ну, рестораны, кафе, в этом есть, конечно, своя прелесть, пойти позавтракать куда-то. Вот. Слушай, ну, а когда вообще у тебя бывает время встретиться с друзьями? Вот так вот, как мы с тобой, прогуляться по Тверской у тебя бывает? Бывает. Совсем недавно, кстати, это было. Также мы вот с мужем ходили, и с дочкой. Просто на день рождения вышли, зимой, когда город весь нарядный, и на каждом углу есть какие-то развлечения. Прямо ходили, гуляли. Юль, ну вот мы дошли до площади Маяковского. Кстати, на самом деле, ты знаешь, что, оказывается, ее официальное название это не площадь Маяковского. Я знаю, это Триумфальная площадь. Серьезно. Это же мое место работы периодически. Наша студия телевизионная располагается здесь. Ну, вот, кстати, по поводу твоей студии, по поводу твоей работы. Ну, вот актерство совершенно отличается от ведения программы, да? Насколько вот для тебя, как для актрисы, это стало вызовом, челленджем? И вообще, что тебе больше нравится? Что тебе больше нравится, ответить на этот вопрос невозможно, потому что это две разные сферы, которые, ну, хочется удачно сочетать, понимаешь? Потому что, когда ты находишься здесь в студии, и когда ты видишь, что вот на этих лавочках сидят люди, и потом оказывается, что эти люди ждут тебя, и они подбегают с просьбой с тобой сфотографироваться и дать им автограф именно как актрисе. И вот это вот... То есть об этом не получается забыть, да и не хочется ни в коем случае, потому что это мечта, за которую я приехала. Пойдем прогуляем. Мне очень нравится это место еще и тем, что здесь есть вот такие вот народные качели. Семь лет назад Триумфальную площадь полностью реконструировали. До этого она была выразительным проходным пространством с памятником Маяковскому. Но появившиеся после реконструкции качели и озеленения полностью преобразили пространство. Теперь площадь напоминает небольшой парк для прогулок. Ну вот, смотри, как раз свободная качелька. Свободные качели! Свободные качели! Так, быстро или медленно? Слушай, реально, вдвоем можно. Я люблю быстро. Вот так вот прям высоко, да? Я прям 360 градусов, знаешь? А я вот трусиха. Да? Да, я когда смотрю, что дочка у меня начинает раскачиваться до состояния солнышка, я говорю, Сима, я очень боюсь! Слушай, ну судя по тому, как ты быстро достаточно ходишь, я думал, что ты не качаться любишь быстро. Да, я правда, ты тоже заметила, у меня большая проблема медленно пройти. Например, красиво, знаешь, когда я снимаюсь там в каком-то киносериале, меня просят пройтись по набережной медленно, романтично, задумчиво, посмотреть на закат. Для меня это большая проблема, потому что я человек суетный, получается, я все время куда-то спешу, я все время в таком бодром ритме существую, мне все время жарко. Ой, классно здесь, хорошо, но я думаю, давай пройдем дальше, тем более, что здесь еще есть памятник, который, естественно, называется... Культовая местечка, да? Я хочу от тебя услышать, как ты будешь читать Маяковского. Сможешь меня удостоить... Как он? Я буду как он, я сейчас встану прямо возле памятника и буду голосить. Слушай, ну мне не терпится это посмотреть. Пойдем. Бить с глаголом. Пойдем. Памятник Владимиру Маяковскому был заложен еще в 1940 году, но начавшаяся вскоре после этого война надолго остановила работу по его установке. В итоге на площади он появился только через 18 лет, в 1958-м. Вскоре это место облюбовала интеллигенция. Поэты читали у подножия памятника стихи, причем зачастую это делали диссиденты. Площадь Маяковского вскоре стала неофициальным местом сбора советской неформальной молодежи. Судьба, как ракета летит по параболе обычно во мраке и режет по радуге. Ну вот он, Владимир Маяковский. Вот он, этот памятник. Ты мне обещала, что прочитаешь стихотворение. Да, у меня же сейчас какой репертуар? Детский. И Сима сейчас как раз на этапе вот Маяковского что такое хорошо и что такое плохо. О, отлично. Итак, мы начинаем. Владимир Владимирович тряхнем стариной. Крошка-сын к отцу пришел и сказала кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы этого ответа помещаю в книжки. Ай, молодец, прекрасно. Вот, конечно, мне такой мощи не хватает. Не, ну, у тебя было прекрасно. Я-то из Маяковского, помню, достаю из широких штанин, но об этом не буду. Ну, и если звезды зажигают, это кому-то нужно, да? Также на Триумфальной площади стоит здание, в котором с 1913 года находилась одна из первых кинокомпаний Российской империи. Торговый дом Ханжонкова, который производил больше половины всей царской кинопродукции. В этом же здании располагался самый большой на то время в Москве кинотеатр, который в разное время назывался Пегас, Русь, Горн, Межрапом и Москва. Сегодня фильмы в этом историческом здании уже не показывают. Сейчас тут находятся офисы государственных и частных компаний. В них же меняется содержимое, и когда уже наступают первые заморозки, здесь расцветает зимняя астра. И я все время подхожу и просто делаю кучу селфи с этими зимними астрами, потому что они просто прекрасны. Здесь всегда вот что-то есть интересное. Ну, пойдем и сейчас сюда ими фотографируемся. Давай. Пойдем. Смотрите, большая клумба, много цветочков. Прошу. Ой, как легко вспорхнуло. Так, давай. И Москва! Я люблю тебя! Есть! Недалеко от Триумфальной площади находится известный театр имени Моссовета, с правой стороны от которого расположился небольшой и уютный сад-аквариум. Сегодня сад – это прогулочная зона с симпатичными фонтанами, ручей, сатир и оболон, которые появились в нем после последней реконструкции в 2000 году. Кстати, именно в саду-аквариум происходит одно из действий знаменитого булгаковского мастера Маргариты, когда укушенный вампиром Варенуха покидает стены Варите. Я знаю, что у тебя с этим парком связана история из твоих театральных... С твоего детства. Это не совсем. Ну, я называю его детство такой, знаешь, период, когда только-только я приехала в Москву, и мы все время искали возможности подработать где-то, заработать, потому что денег не хватало. И вот как-то, я помню, нас с подругами пригласили на какой-то социальный опрос продегустировать какой-то там женский вермут. Так. И, в общем, у этого женского вермута, конечно, уже было какое-то рекламное лицо, это блондинка, да, рекламный цепаж. И, в общем, меня отмели. Я брюнетка не прошла. Я думала, это история про то, как ты перекрасилась. Нет, я не прошла вот на этот опрос, и я сидела здесь в парке, он где-то был здесь недалеко, я сидела здесь в парке и ждала своих девчонок-блондинок, которые вернутся с этого опроса. С этого опроса они пришли с двумя пакетами вермута. А, то есть опросы по вермуту заканчивались, собственно, пакетами вермута. Да. В общем, подарили пакетики вермута, детям было некуда. Не стяжен и себе. Не стяжен и себе этот дух. И мы решили избавиться от него и спрятать его в себя. И тут милиция. И вот у нас милиция все, что делать? Вермут опять в пакеты и текать. Слушай, ну, здесь рядом вот еще одно здание, которое, я думаю, тоже тебе близко, театр Моссовета. И ты прекрасно знаешь, наверное, что здесь служила Фаина Георгиевна Ранецкая. И у тебя, я знаю, в твоем инстаграме есть пародия с подругой, которую вы делаете вот непосредственно на нее. Ну, мы снимаем скетч, я бы не сказала, что прямо на нее, но просто вот Аня, она какого-то такого типажа прям Фаины Георгиевны, такой актрисы-мастодонта с таким голосом, с таким посылом. А я играю такую подсевалку актрису, которая хочет всем понравиться, которая за всех свечки в церкви ставит. Я все время на задних лапах перед ней как-то что-то говорю ей, а она, да, моя милая, да, конечно, моя дорогая, сыплет этими фразами, да, уже актерскими. Ну и вот не просто так, на самом деле, я эту локацию выбрал, для нашей финальной, смотри, римские колонны. Мы с тобой как будто на сцене, и мне кажется, вот для актрисы, телеведущей, это прям шикарный финал нашей с тобой сегодняшней фразы. О, аплодисменты, за вами, да. А тут вот специально обученная рука принесла мне цветочки, это тебе. Я должна, как актриса Мастодонская, мой дорогой, мой хороший, спасибо большое. Писающий букет, великолепный, совершенно чудесный. Ну, вообще, так, искренне. Спасибо большое. Друзья, ну, а мы с вами не прощаемся. Впереди вас ждут новые маршруты Москвы. До встречи! Увидимся! Сегодня вместе с актрисой и телеведущей Юлией Зиминой мы преодолели следующий маршрут по Москве. Начали с площади Тверская застава, прогулялись вдоль Белорусского вокзала, на Белой площади вспомнили первую звездную роль Юлии в кино, осмотрели Дворец творчества детей и молодежи на Меусах, прогулялись по Первой Тверской Емской улице, покачались на качелях на Триумфальной площади и почитали стихи Владимира Маяковского у его памятника. Ну, а закончили путешествие в саду Аквариум, где Юля рассказала пикантные подробности из своего прошлого. За 4 часа мы прошли больше 3 километров, и, разумеется, прогулку можно было и продолжать дальше, но оставим это на следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова